МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...где в тот момент находилась группа юристов и местные журналисты, прибывшие, чтобы почтить память президента Ассоциации адвокатов Белуджистана Билала Анвара Кази. В результате теракта погибли 97 человек. Еще 171 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Джамат Аль-Ахрар. ...из пострадавших при взрыве на газозаправке в Западно-Казахстанской области. Умер мужчина, у которого было 75% ожогов кожного покрова. Второй пострадавший по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает портал Мой Город. Он находится в Бурлинской центральной районной больнице. Транспортировка его в областную больницу Уральска пока невозможна. Из-за его состояния, сообщает директор Бурлинской ЦРБ Жумабек Шайхиев. Напомним, 4 августа на газозаправочной станции ТО «Алау» в Аксае произошел взрыв 20 кубометров жиженного газа. Пострадали двое мужчин, один из которых являлся работником АГЗС, второй клиентом газозаправки. Решением специализированного Межрайонного экономического суда Караганзинской области приостановлена работа нескольких цехов АО «Арселлар Миттл Тимиртау». Как уточняется, решение было вынесено судом о приостановке эксплуатации мостовых кранов Копрового участка объединенной базы подготовки производства, цеха обжига известняка, листового производства горячего проката АМТ, расположенных в Тимиртау. Ну и кроме того, в производстве находятся еще три гражданских дела, возбужденных по искам Департамента индустриального развития и промышленной безопасности «Карселлар Миттл Тимиртау». На полигоне Гвардейский в Жамбулской области Казахстана во вторник состоялось торжественное награждение победителей конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж», сообщила пресс-служба Минобороны. Призеров конкурсов армейских международных игр лично поздравила и вручил награды министр обороны Мангалетас Магомбетов. Как сообщалось, абсолютными победителями прошедших двух конкурсов стали военнослужащие Казахстана. Сейчас мы приверемся на короткую рекламу. После продолжим рассказывать о событиях городских. Оставайтесь с нами. В эфире «Факты» и продолжим. Причины массового мора рыбы в нашей области продолжают выяснять специалисты. Между тем, рыбаки с большим стажем обнаружили еще десятки тушек карасей, карпов и даже самов уже не только в Хромтаусском районе, но и в Мугалжарском. Очевидцы экологического бедствия утверждают, что загрязнение реки Орь берет начало на реке Аксу в Мугалжарском районе. На сегодняшний день по хронологии с массовым отравлением акватории речки Улинты, Аксу и Орь и притока Джусалы, картина следующая. Вчера нами был определен источник, место источника загрязнения, не сам источник. Это точка Ортасысу от фермы Аксу, соответственно реки Аксу, которая идет, двигается с правым притоком Улинты, слева Джусалы, на Орь. Характер движения такой, не можем определить, органика, неорганика, какой порядок загрязнения. Двигается темное облако, темное, черного цвета, камыш сразу темнеет, уходит все живое. Ситуация по газу стабилизируется в области после 10-11 августа. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики ЖКХ. Он также напомнил, что причин образования дефицита газа в области несколько, в числе которых остановка на ремонт газоперерабатывающего завода АОСи-НПС «Октубе Мунайгаз». Однако буквально вчера ремонт ГПЗ был завершен, а сегодня начата отгрузка газа автовывозом. Около 9 автогазозаправочных станций продают газ в свободной реализации. То есть, да, там есть очереди. Но думаю, после того, как сегодняшняя у нас отгрузка идет автовывозом, после 10-11 числа у нас должно стабилизироваться. То есть, и ЖД перевозка приходит, и автовывоз приходит. Должно стабилизироваться. Газ есть. Из общего объема 5000 тонн мы только, допустим, сейчас отгрузили 1319 тонн. То есть, газ есть, он будет переходить. Просто вот эти все моменты, вот эта немножко системная неотработка сыграла свою роль и как бы на конечного потребителя повлияла. И к другим темам. Октябрьские прокуроры защитили права потребителей, которые нарушили местные монополисты в Шалкарском, Иргинском, Мартугском, Айтигибийском и Алгинском районах, а также в областном центре. Коммунальщиками платы за потребленные те или иные услуги взымались в отсутствии утвержденного тарифа. Ну и в результате в Иргизе местный райводоканал вернул абонентам более 2 миллионов тенге. В Актюбе свыше 3,5 миллионов, но в Алге около 730 тысяч тенге. Руководители коммунальных предприятий оштрафованы. Также совместно с Департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Актюбинской области в КГП «Байганин» Байганинского района и КГП «Кайнар» Айтигибийского района выявлены факты неисполнения инвестиционных программ в части закупа оборудования для модернизации систем. По результатам рассмотрения представления прокуратуры области в отношении указанных КГП применены компенсирующие тарифы на общую сумму 13 миллионов 428 тысяч тенге. То есть тарифы на услуги водоснабжения снижены. Чиновники призывают школьников и студентов внести свою лепту в благоустройство города и заработать хорошие деньги. Об этом сегодня в ходе выездного совещания с руководителями соответствующих органов сообщил глава Актюбе Ильяс Испанов. В настоящее время в общественных работах на территории областного центра и сельских округов задействованы более 400 молодых людей. Репортаж из Луна Махмутовой. Под конец летних каникул у актюбинских студентов и школьников появилась возможность заработать на карманные расходы. Восьмичасовой рабочий день включает в себя благоустройство закрепленной территории, уборку мусора, покраску ограждений, побелку бордюров. В месяц работодатели предлагают трудолюбивым юношам и девушкам по 50 тысяч тенге. Я здесь работаю не для себя, чтобы нам деньги получать или зарплату. Я работаю для людей, чтобы потом люди здесь ходили и им самим было приятно смотреть на вот эту красоту. Раньше, когда мы сюда только на этот округ пришли, здесь везде мусор был, везде деревья валялись, травы много было. А сейчас мы сюда со своей бригадой пришли, партия Нарлатан, директор Бухлебаев Бауржан. И вот мы здесь ветки пили, траву убираем, мусор убираем. Здесь, как сами видите, все чисто стало. В настоящее время в общественных работах на территории областного центра и сельских округов задействованы более 400 молодых людей. Участие в мероприятиях по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города может принять любой желающий. Для этого необходимо обратиться в отдел занятости и соцпрограмм по улице Братьев Жубановых 289А. Программа нацелена на трудоустройство студентов, учебных заведений города и школьников старших классов для занятий их на период летних каникул. Заработная плата 59 тысяч тенге. Сюда же входит и экипировка, и питание. То есть участник этой программы должен иметь при себе удобную одежду и необходимый запас питания на работу. По итогам завещания Ильяс Испанов дал ряд конкретных поручений руководителям учебных заведений как можно быстрее оповестить воспитанников. Отделу занятости оформить документы и направить их работодателям. Директорам подрядных организаций обеспечить желающих объемом работ. На эти цели из бюджета выделено 150 миллионов тенге. Айсулу Махмутова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт». Общественную приемную организовали сегодня в здании областного филиала партии власти. Историю актюбинцев самого разного характера на этот раз выслушал главный прокурор региона Нургалым Абдиров. Собравшимся была оказана правовая помощь, даны соответствующие консультации и разъяснения в рамках закона. Одним из первых на приеме у Нургалыма Абдирова побывал актюбинец Умарбек Сейталлин. Главному прокурору мужчина пожаловался на бывшее руководство Департамента внутренних дел. По его словам, в 2012 году полицейские чины незаконно уволили с работы его сына Искендыра, который после окончания Академии МВД работал следователем мугалжарского отдела. В тот год у полицейских была аттестация. Комиссия состояла из 12 человек. Все они якобы единогласно признали моего сына несоответствующим занимаемой должности. Однако у меня на руках справка, где черным по белому написано, что так решили только 5 человек. Один сказал, что Искендир соответствует занимаемой должности. Остальные просили перевести его на другую работу. Кроме того, в документе говорится, что он не прошел экзамен по стрельбе. Хотя у меня также имеется справка о том, что в этом туре аттестации он набрал 23 очка. Закончилось это тем, что сына уволили, и теперь он не может продолжить начатую карьеру. А этого доверчивого аксакала обманул малознакомый мужчина. Войдя в доверие к Туминбаю Кадырову, молодой человек попросил в долг 500 тысяч тенге. И исчез в неизвестном направлении. Суд вынес решение в пользу пенсионера, однако найти мошенника так и не удалось. Пожилой октябинец просил прокуроров посодействовать в поимке преступника и возвращении крупной суммы. Обращения граждан, касающиеся в основном жилищных, земельных и уголовных вопросов, взяты под личный контроль руководства ведомства. В течение двух часов на приеме у Нургалыма Абдерова побывали более 20 человек. Айсулу Махмутова, Сергей Калашников, программа «Факт». Управление предпринимательства проводит мастер-классы по тепличному фермерству. Завтра в 10 утра в здание областного Акимата в поселок Маржан-Булак выезжает делегация представителей управления региональной палаты предпринимателей и начинающих фермеров. Организаторы мастер-классов покажут передовое тепличное хозяйство, созданное местным жителем, и последний поделится своим опытом в разведении плодово-ягодных овощных культур. Ну и по словам руководства управления предпринимательства в бизнес-туре, могут принять участие все желающие. Тепличное хозяйство, тепличное производство плодовочной продукции – это перспективный, емкий рынок. Это мировая практика, это мировая тенденция. Изучаем новые технологии, изучаем методы новые и выращиваем любую продукцию. Это на сегодняшний день в целом по Казахстану тепличное хозяйство развивается. Не обязательно строить долгостоящие теплицы, комплексы. Есть небольшие комплексы, есть готовые бизнес-планы, есть государственная поддержка финансирования данных проектов. Почему бы не ставить небольшие теплицы, а в дальнейшем эти руководители тепличных комплексов могут объединяться и решать какие-то проблемы, которые могут возникать. Строительная отрасль в нашей области развивается неплохими темпами, в частности жилищная. С начала года в регионе было введено в эксплуатацию более 240 тысяч квадратных метров жилья. Это и арендное, и коммерческое, и индивидуальное жилье. О достижениях и задачах строителей рассказали сегодня в областном управлении строительства. Одна из основных задач в строительстве, которую совместно с правительством решает областной Акимат – переселение горожан в новые современные квартиры. Основной площадкой для этого остается не только Актубе, но и села. Там строятся и частично уже сданы в эксплуатацию несколько многоэтажных домов. Лучшие показатели по вводу жилья в управлении строительства отмечают в Уилском, Мартухском, Хабдинском и Айтикибийском районах. По результатам полугодия, по объему строительства, у нас есть свои индикаторы, по объему строительно-монтажных работ мы достигли показателя 103%, более 103% – это по отношению к прошлому году. А то, что касается жилья, финансируемого по госпрограммам, у нас в основном строительство идет в новых жилых массивах. Это в Нарахтюбе и Бартас, соответственно. Всего до конца текущего года в рамках программы развития регионов 2020 ожидается ввести в эксплуатацию не менее 580 тысяч квадратных метров жилья. Также идет работа по обустройству инженерных сетей, ведется благоустройство. Серьезные средства сейчас вкладываются в строительство социальных объектов на территории областного центра. Мы планируем строительство зданий ЗАГСа, городу нужен, действительно хороший такой знаковый объект. Строительство дворца молодежи, дворца школьников, ледовый дворец планируется к строительству, дворец из спортивных, еще дворец единоборств. Потом мы хотим построить городу, тоже нужен большой, красивый областной экологический музей. Сегодня в строительной отрасли Аксюминской области занято более 10 тысяч человек. Число действующих предприятий стройиндустрии достигло 1400. В прошлом году и в первом полугодии 2016-го ими завершен ряд крупных, важнейших для экономики области объектов. Итоги плодотворной работы строительной области в эту пятницу будут подведены руководством региона на сцене драм-театра, ведь уже в это воскресенье казахстанские строители отметят свой профессиональный праздник. Лиза Цакева, Алексей Уразов, программа «Факт». Потомки известного писателя, сына казахского народа, Сабита Муканова, обратились в департамент юстиции с просьбой обеспечить соблюдение организаторами концертных мероприятий авторских прав. Наследники возмутились тем, что при объявлении исполнения казахского вальса ведущими не упоминается имя автора слов Сабита Муканова. В настоящее время над вопросом работают специалисты. К нам это обращение только поступило, сейчас проводится пока только разъяснение. С тем, чтобы лица администратора концертных программ, органы культуры обязательно этой нормой руководствовались. Кто стучится в мою дверь? Так называется спектакль, премьера которого откроется новый сезон Оксюбинского драм-театра имени Ахтанова. Трагедия в двух актах посвящена одной из самых актуальных проблем современности – экстремизму. Ставит спектакль астанинский режиссер Нурлан Жубаниязов. А в новой постановке рассказывается о жизни среднестатистической семьи, где молодая супружеская пара попадает в секту, прикрывающуюся исламом. Продолжение темы в следующем сюжете выпуска. Артисты драм-театра заметно волнуются. Не каждый день им приходится выговаривать целые фразы на арабском языке. Но выучить их необходимо до следующего месяца. На носу очередной сезон, и его драм-театр намерен открыть громкой премьерой. На сцене актеры поставят спектакль на тему экстремизма. Их сценическими костюмами станут хиджабы, тюбетейки и короткие штанишки. Чтобы максимально передать сходство с прототипами, мужчины срочно отращивают бороды. Сейчас художники готовят декорации. В первом акте действие будет проходить в обычной квартире с банальным привычным интерьером. Это курпешки, плюшевые подушки, дастархан на полу, камча на стене, сундук, на котором сложены стеганные одеяла. А во втором акте все радикально меняется. Военная палатка, автоматы, вместо подушек рюкзаки. Мы хотим показать, насколько переворачивается мир наших героев. Идея спектакля взята из жизни. Супружеская пара попадает под влияние вербовщиков. В семье начинаются проблемы. Отвергаются родители. Все жизненные ценности, традиции теперь трактуются как заблуждение. Через некоторое время молодые муж и жена оказываются в Сирии, в компании джихадистов. Для их родственников, которые переживают за них и любят, это настоящая трагедия. Я давно хотел поставить этот спектакль. Рассказать людям, насколько важны в жизни каждого человека родители, дети, родные, семья. Нельзя отворачиваться от родителей. Нельзя быть фанатиком. Отнимать чью-то жизнь и говорить при этом о добре и справедливости. Нельзя разделять людей по половому, религиозному и прочим признакам. Об этом говорится во всех священных книгах, но, к сожалению, не всеми соблюдается. Спектакль носит философское название «Кто стучится в дверь мою?». Найти ответ на этот вопрос зритель должен сам – добро или зло. И понять, как уберечь своих близких, если в дом пожаловало, все же второе. Акмарал Майкузов, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». На сегодня все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова